Продолжение следует... Лариса Андреяновна, здравствуйте, рада видеть вас в эфире нашей программы. Итак, скажите, насколько новый закон, по вашему мнению, сегодня действительно необходим? Насколько назрели проблемы, вопросы в сфере семейно-бытовых отношений? И как сегодня эти нововведения помогут решить часть из них? Ну, безусловно, приходится в своей профессии сталкиваться с темой взаимодействия в семье. И далеко не всегда оно благополучное. Конечно, часто бывает такое, что насилие, которое вот там и имеет место быть, оно замалчивается, оно скрывается. Трудно очень бывает регулировать эти отношения. И, конечно, закон, он может этому позволить эффективно к этому относиться, регулировать отношения. Я считаю, что внимание к этому, оно вполне себе своевременно. Семья и семейные ценности — это, как известно, важнейший фундамент, на котором строится семья, которая закладывает основы основ. И можно ли сказать, что многие традиции и взгляды сегодня ушли даже не на второй план? Ну вот они просто растворяются. Я с вами абсолютно согласна, потому что тенденция такая, что на передний план выходят какие-то разговоры о материальных вещах. Даже при воспитании детей начинаются какие-то, я бы даже сказала, может, не очень корректно, товарно-денежные отношения. Как будто бы всё можно в этом мире заменить какими-то материальными вещами и уходит из глубины та составляющая эмоциональная, когда члены семьи общаются друг с другом на уровне какого-то тепла. Очень мало тепла стало, очень мало любви, очень мало уважительного отношения. Перемешаны совершенно роли в семье, иерархия, которая вообще-то выстраивалась от старшего поколения к младшим, она растворяется и путанится в головах. И, конечно, в первую очередь детей она ведёт к тому, что эти дети подрастают, становятся сами в том возрасте, когда они строят свои семьи. И копируют модель своей семьи. И копируют модель, конечно. Скажите, ну всё-таки почему, какими основными факторами становятся вот такие проблемы? Ну, во-первых, нужно здесь иметь в виду то, что у нас разучились воспитывать детей таким образом, что мальчики и девочки — это всё-таки два разных мира. И что их надо изначально по-разному давать им направление. Если мальчик, это всё-таки вырастая, станет человеком, который будет действовать, брать на себя ответственность, то девочка, когда вырастет и станет женщиной, она, в принципе, должна понимать, что такое чувство, как чувствовать, как наблюдать, как быть гибкой в семейных отношениях, ну, даже в семейных отношениях, как, может быть, избегать некоторые конфликты. И многие вещи такие не учитываются при воспитании с детства. И, конечно, мы видим то, что мы видим, когда мы получаем. Что ещё хочется здесь очень важно заметить? Дело в том, что как раз девочек, когда мы воспитываем, нужно учить, выбирать, наблюдать. Наблюдать. Наблюдать у нас часто не умеют. Ну, а поскольку я работаю в своей профессии с таким очень интересным направлением, с психологической сказкой, в сказках очень много смыслов. И вот, например, в сказках есть такое задание героиням, когда они перебирают зёрна. Вот из этого зерна вырастет это, из этого это, а это порченное. Его не надо вообще рассматривать, его надо убрать. И вот когда девочка, вырастая в девушку, не умеет и не владеет такими навыками наблюдения за мужчинами, фильтрацией, то она, бывает, попадает как раз в союзы с теми, которые, ну, в нашем мире называются, там, абьюзеры, разные хищники. Мы его называем хищники. То есть всё-таки вот от девушки, от женщины в будущем зависит вот эта основа. Это даже не то, что она должна его перейти. Вот как раз здесь не в том смысл, чтобы она влияла уже на сложившуюся систему семейную, а в том, чтобы она умела предупреждать, как не соединиться, не вступить в союз с тем, кто потенциально опасен. Вот тут надо на этой части уже иметь в виду какие-то определённые знания, определённые механизмы своей психологической безопасности. Но уже дальше, если вдруг это произошло, то тоже очень много интересных психологических маркеров есть, каким образом взаимодействовать. Потому что когда женщина, будучи в семейной системе, попадает в союзы с хищниками, ну или абьюзерами, как угодно их можно назвать, в разных интерпретациях они звучат по-разному, смысл один, то она часто попадает в такую ловушку розовых очков тоже. Сначала вот вроде она видит, что это невозможно жить с таким человеком, но такие люди не отпускают от себя. То есть они хорошие психологи? Они хорошие, они манипуляторы очень хорошие, потому что им такой союз нужен, потому что они из этого союза, ну почему они хищники, они как бы питаются, они получают такое символическое питание. Поэтому они не отпускают, а чтобы не отпустить, они вдруг становятся на какое-то время мягкими и пушистыми, дарят какие-то подарочки, и у женщины опять возникает ощущение, что может быть вот сейчас-то всё изменится, и всё будет снова хорошо. Но это очень такой тревожный звоночек, потому что тут их не смешно. Не секрет, что многие пары сегодня живут гражданским браком, это модное понятие всё больше и больше набирает популярность. Что вы скажете на этот счёт? Я на этот счёт скажу вот какой момент. Конечно, период, когда идёт узнавание, он, конечно, очень должен быть период. Это я вовсе не говорю про гражданский брак, а про некий период, когда люди могут друг друга увидеть с разных сторон и посмотреть, ну а какого же он на самом деле. Но, конечно, крепость отношений, она фундамент, лежит в такой серьёзности, осознанности и ответственности, которая предполагает вот такое решение, подкреплённое. Я считаю, что это очень важно. Но когда затягивается, наверное, всё-таки это когда уже живут 5-10. Нет, я даже сейчас говорю не про то, что это должно быть совместное проживание. Это тот период, когда идёт просто узнавание. Неважно, как там они строят свои бытовые моменты. Да, конечно, я считаю, что семейная система и ценности семейные, они начинаются с ответственности и с осознанности. В рамках каких проектов вы сегодня работаете в Кустановской области, с какой группой работаете и что ждёте в результате? Да, вот в Кустановской области мы работаем с Ассоциацией психологов. Очень эффективно наше сотрудничество. Мы ездим по разным районам. И, конечно, основной запрос – это сформирование семейных ценностей. Мы говорим с родителями. Я очень люблю выходить сначала на родителей, на семью. Не сразу на детей, а на взрослых людей, которые могут регулировать эту семейную систему. И мы затрагиваем такие важные вопросы в семье, особенно для старшеклассников, как вопрос, разговор об отношениях, об интимности даже. Потому что у нас эти моменты очень сбиты ориентиры в этом вопросе. И мы раскладываем всё на свои места. Кстати, надо сказать, что при помощи образов, при помощи разных психологических техник, приёмов очень хорошо откликаются у собравшихся. И, в общем, я так думаю во многом. Расскажите об одном из проектов. То есть как он стартовал, с кем работаете и как проходит процесс? Вы знаете, я являюсь автором многих проектов. И здесь, в Кастанайской области, при сотрудничестве с Ассоциацией психологов Кастанайской области, я так понимаю, что наши проекты, они очень гармонично встраиваются в проекты, которые здесь. Я не могу сказать, что я один, и я его веду от начала до конца. Я просто в него как бы встраиваюсь со своими сказками. Мы делаем проекты, когда мы под определённую ситуацию пишем психологическую сказку и создаём её в виде техники песочной анимации. Это песочный мультик. Он очень цепляет. Причём это именно для семьи, для супружеских пар. Этот проект называется «Простые вещи о любви», потому что все образы опираются на конкретные, в общем, довольно интересные образы, когда у человека не возникает сопротивления. Это же мы не про него говорим, не про его конкретную ситуацию, а про какую-нибудь кастрюлю-чайник. И это песочный мультик. И очень много идёт потом откликов и осознания, переосмысления. Вы видите, в семейной системе есть такая ловушка, когда супруги начинают в том случае, если им другой человек кажется, что он ведёт себя не так, менять другого. А всё ведь начинается с себя. И вот когда такая работа спускается, я думаю, что у неё хорошие очень результаты. Когда мы говорим о конфликтах, чаще всего затрагиваем понятие нарушения личных границ. А где эта грань? Да, вот с личными границами сейчас тоже очень сбитые ориентиры, потому что человек рождается, в этот мир приходит ребёнок, у него ещё очень непонятно, что же с его личными границами, где он даже себя не осознаёт как отдельную личность до трёх лет. А личные границы — это ведь вообще-то и наша физическая оболочка, это наш материальный мир, наши вещи, это наше время, это наши мысли, это наши чувства. И когда в детстве начинают родители взаимодействовать таким образом, что считают, что твоих границ в принципе не существует, нарушается вот это естественное понимание, что мне дозволительно, а что нет. То есть как ко мне можно прикасаться, а как нельзя, а как ни за что недопустимо. Вот это тоже ведь как причина, то что потом в следствии, в семье, женщины бывают, просто они не могут говорить, обозначать свои границы, что нет. Вот это для меня совершенно недозволительно и недопустимо. Если это она не понимает внутри себя, то тогда она это допускает. Если, скажем, ребёнок вырос без определённой информации и, так скажем, воспитания правильного, возможно ли уже изменить ему самого себя уже в более зрелом возрасте? Конечно, конечно. В общем-то в этом наша профессия и заключается. когда приходят на консультацию люди, говорят, всё, я больше уже так не могу, а по-новому не умею. Это как раз характеристика кризиса. То есть человек в кризисе, как раньше я уже не хочу и не могу, а как по-другому не знаю как. И вот здесь, знаете, это можно сравнить с тем, как происходит, допустим, перепрограммирование завирусованной системы. Когда у нас компьютер вирусуется, что мы делаем? Мы сносим старую программу, условно, да, вирусы убираются и загружаются по-новому. Вот, собственно говоря, этими занимается психология, психологическое консультирование. И это, конечно же, не на уровне лекции, не на уровне какого-то вразумления, потому что через голову это сделать невозможно. Поэтому мы используем разные техники, телесно-ориентированной терапии, трансфактного анализа. Приходится сейчас подстраиваться под современное общество, современную молодёжь, то есть менять подходы, методики. Я бы сказала, что психология такая штука, что она, конечно, какое бы ни было время, всё-таки психика человека, она подчиняется одинаковым законам. Но другое дело, что, конечно же, сейчас больше требуется, чтобы был быстрый эффект, то есть результат был где-то здесь, чтобы можно было это потрогать, почувствовать, и вот как-то вдруг сразу быстро перезагрузиться. У нас же, мы настроены сейчас в нашем обществе на короткие такие модули восприятия, поэтому, да, и техники современной психологии, они всё время развиваются, их очень много, ну что помогает действительно эффективно и быстро. Лариса Андреяновна, скажите, вот что же всё-таки такое понятие насилия? Здесь, опять-таки, есть ли чёткие какие-то границы определения? Насилие — это в первую очередь нарушение ролей. Ну, вот, если опираться на подход Эрика Берн, на транзактный анализ, то там, наверное, может быть, многим будет известно, что у нас живут три эго-состояния — родители, ребёнок взрослый внутри нас. И когда мы говорим о насилии, то это получается, что один человек очень становится как бы выше другого, он как бы становится над. Он считает внутри себя силу, потому что это насилие, силу воздействовать на другого. И раз он как бы с позиции сверху, то выдавливает второго вот в позицию очень низкого, маленького. И поэтому насилие — это как раз вот это ощущение силы, и я могу, я имею право. Это такое внутреннее у этих людей разрешение себе вторгаться в личное пространство другого и, в общем, считать его своим, каким-то образом. В какой момент человек уходит под влияние, под полное влияние и привыкает? Ну, это, конечно же, опять всё родом из детства. Почему я так много сегодня делаю акцент туда, в сторону раннего возраста? Это на самом деле мужское, как формируется в семье взаимоотношения женщина и мужчина. Женщина — это бывшая девочка, у которой когда-то был папа. Но если и не папа, то кто-то, какая-то фигура мужская где-то в её пространстве, которая была первым опытом взаимодействия с мужчиной, в принципе, акц-мужчиной. Ну, а мужчина и женщина — такие две разные категории, я уже про это говорила. Если мужчина — это всё-таки такое понятие какой-то твёрдости, то женская история — это такая пластичность. И можно образно сказать, что мужчина для девочки, тот первый опыт с мужчиной, он задаёт для девочки условную форму. А девочка эту форму заполняет. Если это форма правильной формы, то девочка как бы запоминает эту правильную форму, как, знаете, самозатвердевающая масса такая, она запоминает её, и потом она, этот мужчина из детства, он становится неактуален, но она встречает других мужчин, встраиваясь в такие же формы. Но если эта форма изначально была кривой, изогнутой, извернутой, травмированной, то она тоже в неё встраивается, так как девочка пластична, но запоминает уже кривую форму. И тогда этот мужчина становится неактуален, но она уже ровно, эта форма встроиться не может, потому что она запомнила вот такую кривую вот с собою. И, конечно, вы говорите, можно ли изменить? Можно, но это требует усилий. Представляете, когда наше тело запомнило неправильную форму, нам ведь трудно потом взять и выпрямиться. Если она газа текла, нам трудно её снова выпрямить. А с душой то же самое. Если там запомнилось вот так кривенько, то оно расправляться будет, требовать усилий, даже, может быть, больновато. Но кто к этому готов, то это, конечно, очень... Потом благотворно повлияет и на следующее поколение, и на рождение своих детей, и на воспитание своих девочек. Как правильно прививать эти ценности, как не потерять их на протяжении жизни, и как правильно всё-таки воспитывать детей? Понятно, что нет этой памятки, нет этого бланка, но тем не менее... Вы знаете, тут самая интересная идёт идея, что человек один не может другому дать того, чего у него нет. Я часто задаю провокационный вопрос своим аудиториям, которые приходят, я их прошу, говорю, вот дайте мне сейчас банку зелёного горошка. Они ведь не дадут, потому что они мне не хотят дать, потому что у них её просто нет. И поэтому, когда взрослые воспитывают своих детей, они часто очень пытаются им привить то, чем сами не обладают. Например, говорят, надо быть честным. А ребёнок видит, что сами они, например, могут совсем по-другому шаблону идти. У ребёнка в голове начинают разнонаправленные мысли селиться, и, конечно, они не уживаются, какую-то мысль надо выкинуть. И точно так же состоим, что такое любовь. Ведь я спрашиваю, а что же такое любовь? Если мы говорим, что любовь — это главная ценность в семье, то этот вопрос ставят в тупик. А ведь любовь — это не конкретный человек, это не кто-то, названный по имени, и даже не ребёнок. Это состояние, в котором хорошо. И когда это состояние в тебе включено, тогда тебе, в принципе, фоновое ощущение радости жизни, оно просто будет. И, конечно, в таком состоянии, тогда и воспитывая свою девочку, мама будет её причесывать, но она будет это делать с любовью. Она будет варить ей кашу, а будет это делать с любовью. И девочка будет понимать это состояние просто как нормальное состояние. И вот, кстати, это состояние, это является для девочки самым главным, наверное, условием, что она не привлекает в свою жизнь, ну, как я говорила, порченные зёрна. Потому что на такое пространство в общем, приходит только, ну, она умеет фильтровать в этом отношении. Ну, а если, конечно, мама сама вот такая вся очень тревожная, очень напряжённая, то она девочку причесывает, но она её просто чешет. Она и варит кашу, но она её просто варит. И девочка не понимает этого состояния, входит в пору зрелости. Физиология берёт своё, интерес к противоположному полу возникает, а что такое любовь, как состояние, она его не понимает. Вот отсюда и начинаются все вот эти... Говоря о законе, вот о новом законопроекте, поправках, как вы думаете, вот почему всё-таки дебоширам нужна какая-то строгая мера, да, строгое наказание? Потому что они не умеют сами себя контролировать. Вот всё просто объясняется. То есть как раз эти, ну, как вы назвали дебоширы, можно говорить, вот эти абьюзеры, хищники, у них природа, их психология, как раз на то настроена, чтобы разрушать то, что им не принадлежит, ну, другое. И они себя не могут контролировать, они сами себя собой не управляют, они берут ответственность. И, конечно, в этом случае закон, он и предполагает как бы внешнее такое управление этими людьми, которые сами собой управляют. А вот этих людей можно изменить? Ох, это уже труднее. Но это можно изменить только в том случае, если они вдруг сами в каком-то моменте осознают к этому необходимость. Снаружи никогда никаких добрых перемен не произойдёт, это просто их можно контролировать. А вообще, конечно, качественные изменения, они всегда происходят только изнутри. Вот только дверь от добрых перемен всегда открывается изнутри наружу. В каком моменте отношения вот женщина должна или может говорить о том, что я имею право? С самого начала. Само... Вот это всё должно решаться на берегу. Я почему говорю, что этот период, он должен быть, когда женщина, она имеет навык наблюдения, она не сразу привязывается эмоционально, она не сразу входит вот как бы вот в такую привязку и связь, когда, ну извините за такой сленг, сносит крышу, вот, а когда она может сначала просто как бы немножко так отстранённо понаблюдать. А как он ведёт себя? Ведь маленькие детали иногда рассказывают очень много, говорят, дьявол кроется в деталях, потому что маленькие фрагменты через совершенно точечные эпизоды, через оброненное слово, небольшое, оно очень много может говорить о человеке. Если девочку, женщину, девушку научить психологической, элементарной грамотности, то это наблюдение можно как бы на берегу осуществлять и уже не вступать туда, где будет опасно. А уж если есть уже такое взаимодействие, тогда, ну действительно, многие вещи проговаривать до того, как, а не после. Как в целом сегодня молодые пары, молодые люди относятся к браку? Ну, конечно, брак, как институт, уже как вообще институт семьи, и, к сожалению, он, конечно, очень сильно уходит на задний план. Это очень, с одной стороны, печально, с другой стороны, я думаю, что, может быть, у этого есть, как, знаете, в любом провале всегда есть место, ну как бы то, на что можно просто обратить внимание и подумать, что с этим делать. С другой стороны, я могу сказать, что те как раз пары, которые соединяются осознанно, у них степень осознанности бывает выше, чем когда... То есть здесь, мне кажется, что есть шанс у нашей профессии просто сделать так, чтобы качество, ну возрастало качество вот этих соединений пар, потому что нет ничего хорошего тоже в полной статистике, когда очень много заключается браков и потом очень много разводов. Тут тоже очень важно сделать так, чтобы те браки, которые заключаются, чтобы они подходили к этому настолько осознанно, готовые к дальнейшему взаимному развитию. И это один из важных моментов, спрашиваешь у супружеских пар, а для чего вообще мужчина и женщина встречаются? Вот для чего? И это тоже этот вопрос ставит в тупик, а я имею на это дело точное мнение и ответ. Мужчины и женщины встречаются для взаимного развития, для того, чтобы рядом друг с другом становиться лучшей версией себя. И это хороший очень маркер, когда я говорю, вот вы вспомните себя до встречи с этим человеком, и себя теперешнего. В какую сторону изменилась ваша личность? Вот вы как бы... А может ли дать оценку сам себе? Так вот как раз сам себе человек и дает оценку. Я в том-то дело, что психологи никогда не советуют и не говорят свое мнение. Мы просто показываем картину мира, а человек уже сам видит. Ну и инструментов очень много для этого. Есть много понятий архетипических ролей в паре, их очень много, их очень можно интересно видеть и понимать. Ну а что же происходит у меня? Если, как бы я говорю, семейная сказка поломалась, то в каком месте она поломалась и можно ли ее починить? Где был отрицательный персонаж, да? Да, можно ли ее на самом деле починить? Ну вот так вот. Какую линию поведения должна выбирать женщина, чтобы защитить, если это необходимо, своего ребенка в семье? И в какой момент она должна защищать? Вот тоже такие грани очень. Да, вот как раз когда уже надо защищать, опять же хочу сказать, что это уже, можно сказать, что она уже где-то сделала большую очень ошибку, раз она, ну, уже соединилась с этим человеком, от которого надо защищать своих детей. Но если уже так произошло, то, конечно, материнский инстинкт, он такой, что его, конечно, отменить нет. Скажем, какую реакцию можно принять за первый звоночек, ну, реакцию ребенка или поведение ребенка? Что будет первым звоночком? Во-первых, нужно очень хорошо уметь, опять же, наблюдать и фильтровать. Ребенку, если ему плохо, больно, он обязательно будет об этом каким-то образом заявлять. Но надо разводить вещи, ведь дети могут иногда и тоже, ну, быть некоторыми манипуляторами. Если мама видит изменения в фоновом поведении ребенка, не то, что он прямо, вот сейчас, например, проговорил или как-то сказал, а вот фоновое поведение ребенка становится другой. Его как будто выключили, он как будто заколдованный, он как будто бы стал, ну, молчаливым. Или вообще вот фоновое ощущение другое. Вот это сразу звоночек. Надо, конечно, хорошо знать своего ребенка, его естественный эмоциональный фон, для того, чтобы увидеть, когда он изменится. А это же не всегда физическое, домашнее насилие проявится явно. Опять же, детали, они могут, конечно... Но если уже даже такая мысль закралась, то с этой мыслью надо обязательно разобраться, надо тогда, ну, как бы, обратиться тогда к тому, кто может прояснить эту ситуацию. Как говорят, если вам это кажется, то, возможно, вам это не кажется. Лариса Андреяновна, спасибо большое, что вы пришли в эфир нашей программы, напомнили об основных, главных понятиях, дали рекомендации, какую-то полезную информацию. Надеемся, что в кустанайских семьях будет царить мир и благополучие. Спасибо. Я напомню, это была программа «Тема». Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова